Папа, поцелуй, Папа, поцелуй. Не хочу в стол. Папа, поцелуй. Сугробище, это просто сугробище. Сугробом говорю, будешь ходить по соседям, будете предлагать вино. Не вздумай пить. Я просто вся побагровела, позеленела. Иракли, это что такое? Когда вы будете жениться? Всем нужно что? Шоу, сугробище тащи, сугробище давай. И мы счастливы, когда мы два. Просто тесак возьму. То место, которое ты хочешь прям там. За весь клуб с Кахабарас давай. Умница. Доброе утро. Утро, доброе. Как жизнь, нормально все? До свидания. Приехали вас снимать. Я сейчас всю правду расскажу про вас. Привет. Иракли, мы сегодня с тобой, как ты знаешь, проведем практически весь день. Говори, какой у нас план? У нас очень все банально. Сейчас пойдем в школу, заберем дочку. Купим кофе, сладости домой. Во сколько начинается твой день? В семь часов утра. Почему так рано? На школу отвезти дочку. Отвезти, привезти. Каждый день в семь утра. Пока меня нету, жена чуть тяжелее с этим, что ей тяжело занимать детьми с маленькой. Если ты в семь встаешь, то во сколько ты ложишься? Ну, в десять часов, наверное. Ну, может быть, иногда пола одиннадцатого. Ну, в основном, да, около пола одиннадцатого. Десять часов. Ну, ты же знаешь, что большинство футболистов наших живут по полу московской жизни. Кто-то в три, ложится в два. Ты, получается, как полноценный хабаровчанин живешь? Ну, понятное дело. А ты что думаешь, я же хабаровчанин, в смысле полноценный. Ты уже больше трех лет в Хабаровске. Ну, да, больше трех лет. Ну, здесь же год за десять, я уже тридцать. Спасибо, что клуб мне помог, наверное, со школой. Было достаточно тяжело здесь найти школу, самому пойти, потому что я пытался сам подавать и так далее. Все было тяжело это сделать. Она тебя слушается в плане школы, сборов? Ты для нее авторитет? Ну, конечно, слушается. Куда она денется? Ты думаешь, у нее есть выход? Не слушается? Нет. Конечно, она взрослеет, адаптируется к жизни, у нее есть свое мнение. Я его нормально воспринимаю, адекватно. Но есть какие-то вещи, которые надо подсказать. Но все равно ребенок, как ты его воспитаешь, так она будет жить дальше. Ругаемся, мы не ругаемся, но все равно я прислушаюсь к нему, потому что она все равно потихоньку взрослеет, понимает жизнь. Достаточно осознанные вещи говорит. А что из такого последнего интересного она сказала, что тебя удивило? По поводу работы. Она говорит, я хочу быть врачом. Я говорю, ну тебе придется там учиться на год больше. Врачи же на год больше учатся? Да, как минимум. Да, как минимум. Она говорит, нет, тогда я не буду врачом, я буду пожарным. Я говорю, зачем тебе пожарный? Это же тяжело, сложно работать, и были для девочек. Можно и умереть, и сгореть, можно и спасать людей, понятное дело. Она говорит, ну какая разница, мы же все равно все умрем, так я хоть кого-то спасу. Так сказала. Да, ну вот видишь, 7 лет. Сейчас дети очень рано взрослеют, быстрее понимают, не то, что раньше было. Интернет и так далее, все-таки мне как-то здесь все равно. Вот смотри, у тебя уже дочка пошла здесь в школу. Ты говоришь, я чувствую себя хабаровчанином. Что за этим следует? Как тебе сказать, если учиться на хабаровчане? Конечно, это все невозможно стать хабаровчанином, понимаешь? За такое короткое время культуру города и так далее ты не сможешь все равно прочувствовать. Все равно ты все время как на чужбине. Везде не свой, знаешь, я к этому привык с детства, к сожалению, знаешь. Я в Москве все время не свой был, как бы ты ни хотел быть. Ну, потому что ты приехал из другого города, из другой страны, из другой национальности. Все по-другому, вся другая культура, к этому надо привыкнуть. На тебе это как-то страшилось в Москве? Ну, нет, ну, определенное время. Ну, знаешь, видишь, сейчас есть Black Lives Matter, там, все ставят на колени. Но раньше какие оскорбления были? Ну, я же не темнокожий, но в моей стороне постоянно тоже были разные в детстве оскорбления. Ну, видишь, тогда такая тенденция была глупости. Тогда были разные организации, такие как сканхеды и так далее. Но это было выгодно кому-то. Ты с этим сталкивался? Ну, конечно, с этим сталкивался. Я думаю, 70% населения, кто 90-х годов родился, ну, и просто дети могли говорить. Ну, дети говорили не от своего ума, это дети, может быть, слышали от родителей, потому что в таком возрасте дети не понимают, кто там, кто. Там, кто грузин, кто русский, кто узбек и так далее. И им без разницы. Ну, сейчас зато все пропагандируют Black Lives Matter, там, истают на колено и так далее. Ну, какая-то глупость, короче. Ты к этому отрицательно относишься? Я, ну, конечно, какая разница, какая жизнь человеческая, жизнь одна. Или черная, или белая. Они же сами сейчас, получается, делят цвет кожи. Они сами расисты по факту, если они так говорят. Какая разница? Они, говорят, призывают, что черных убивают, так же и белых убивают. Белые же не выходят на улицу, стоят на колени. А то, что были исторические моменты, ну, их никуда не убрать. То же самое, что и с евреями, это было. Это невозможно убрать. А то, что сейчас это все глупости и пропаганда. Они сами пропагандируют эту ерунду. То же самое могут кавказцы там говорить, или там кто-то другие, азиаты, что нас ущемляет. Ну, они тоже это не говорят. Человеческая жизнь, она одна. Она не имеет цвета. И кровь. Кровь у всех одна красная. Все футболисты очень плохо учатся в школе. А, не все, 95%. Ты входишь в эти 95%? Ну, до пятого класса нет. Но потом да. Ну, почему они учатся плохо? Ну, оставили такие тренировки в такое время, когда ты по факту не можешь учиться. У тебя даже нет времени. Ты получается, себя пропускаешь. Всегда пропускаешь какие-то определенные уроки. Понять. Сейчас в молодежной команде у нас есть Воробьев, который с золотой медалью окончил в Москве школу. Ну, красавец, молодец. А дальше? Ты поступил в университет? Да, поступил. Молодец. Насколько я знаю. Но в любом случае это говорит о том, что всегда можно. Есть, конечно, всегда можно. Это все отговорки, всегда можно. Если хочешь учиться. Даже если ты пропускаешь, все равно. Значит, настолько я хотел учиться. Ты хулиганил? Простые дети, все хулиганяли. Кто-то убегал с уроков, взрывали петарды в толчке и так далее. Но это все было, да, баловство. Дети, что у тебя с лицом? Что у тебя с лицом, дочь? Ничего. Папа поцелуй, папа. Не хочу в школу. Папа поцелуй. Был бы с ней. Не хочешь? Нет. Почему? Потому что с лицом. Много не болтай. Что надо сказать? Привет. Привет. Кетя, ты что в школу засираешь? Мне это не нравится. Что еще нового рассказывала? Скажи, ребята. Папа говорит, у тебя плохой, грозный. Обижает тебя? Нет. А Рома постоянно вопрос интересует. Обижает детей или нет? А вот с моей боевой раны, ее? Это что такое? Это моя дочка младшая. Пинает? А вы говорите, что я судьи обижаю его. Ну расскажи, как она так сделала? Так же, как и я впиваюсь на поле, так она впилась у меня. Папа тебе помогает уроки делать? Да. Я наоборот ей мешаю уроки делать. Это он и мешает. Рома, будешь кофе? Нет, спасибо. А что? Да я не люблю. Ты эклеры любишь? Я на диете. На диете он? Я брюху. Сладкого никогда не откажешься. Понятно, сейчас эклерчик получит. Что ты рассказываешь? Не трясись, Ром. Я тебе не игру комментировать, е-мое. У тебя кто там в любимом футболисте команде? Одни и те же постоянно комментируют. Сугробище. Это просто сугробище. Тащит вас все. Пускай спасибо нам скажет. Мы специально делаем, чтобы он тащит. Да. Конечно, как ты хотел. Нет, он сам тащит, е-мое. Мы моменты создаем, чтобы он тащил. А болельщики думают, что он красавец. И так. Если бы не мы, он бы не тащил. Мы просто пока. Мы, Володя. Сегодня три момента создадим для тебя. Два потащи только. Все. Ты помнишь пара рата его? Ну, чтобы ты понимал, у меня дома был в деревне. В Абхазии. Сугробом говорю, будешь ходить по соседям, будет тебе предлагать вино. Не вздумай пить. Везде не мешать. Или вперед ногами придется его носить. Он пошел в один. Чуть-чуть попробовал в другой. Чуть-чуть попробовал в третий. Чуть-чуть. И все, меня сугробовал. Уже тосты начал рассказывать. Он уже местный стал. Ну, и пошел. Он еще молодой, да? Да. Ему там хватило понюхать. Ему дали просто и все. У нас же там чуть-чуть пригубил. И все, Володя уже пошел тосты. Тосты уже рассказывал. Что, пойду я кофе возьму вам. Пам. Точно? А, дочь. Эклерозный? Хорошо. Два. Хорошо. Ну, мой любимый меренговый рулет. Тут очень вкусный. И всегда он один покупает. И он тогда рано утром поехал, когда меня отвозил, и купил, было целых три рулета. А мама мне не сказала, а съела два. А сказала мне то, что съела один. А тебе можно все сладости есть? Да. Папа вообще, бывает, что ругается на тебя? Нет? Вообще не ругается никогда? А ты видела, когда-нибудь, что он кричит на других? Во время футбола. Он видела, смотришь, как он... На судью. Роман, скучал? Да нет, мы пообщались. Узнали про тебя много нового. Например? Дочь, а что ты сказал? Сказал, что ты на суде ругаешься. Я? Да. Ты реально говорил такой? Правда? Что еще говорил? Ну, ты ругаешься. Я не ругаюсь. Ты же на меня ругаешься дома? Я тоже на суде ругаюсь. Ну, я же не сувер. Ты что, они на меня глимо вешают все? Еще ты на меня помогаешь, что ли, это делать? Федя сказал, что ты добрый. Ты никогда на нее не ругаешься. Ну, это так. Я только за дело могу поругаться. Я как будто грань не перехожу. Рукоприклассы и так далее. Я такие вещи не воспринимаю. Потому что я понимаю, что она не может за себя ответить. И вообще нет смысла на человека замахиваться, рукой бить и так далее. Вот, тем более ребенка. А тебя в детстве жестко наказывали? Наказывали, что? Мне ее могли дать. Но я не считаю, что это правильно. Мне отложилось это само детство. Я считаю, что нельзя. Что бы ни случилось, ребенка нельзя бить. Память на всю жизнь останется. Вот не слушается ребенок. Что делать? Ну, что, обязательно бить, что ли, надо? Я не говорю. Ну, просто самая легкая возможность. Просто занятие чем-то другим в этот момент. На какую-то тему пообщаться. Или там, не знаю, что-нибудь придумать. Наоборот, не ругаться с ней. Или просто промолчать. Потом подождать момента, когда она успокоится. И потом уже поговорить. Иной раз тяжело себя держать бывает. Можешь закричать. Но закричать, если чего-то такого нету. Я понимаю. Это эмоции. На Кедди не надо долго, чтобы папа кричал. Просто один раз посмотрел, и до свидания. Там уже все понятно. Все взглядом, братуха. Просто посмотрел, и все, Кедди уже понимаешь. Потому что здесь сейчас лишний разговор не прокатит. Поплачет себя в комнате спокойненько. И потом выйдет. Кедди, папа гоняет на машине? Да. Нет, неправда. А кто меня просит это делать? Я вообще теперь буду куда-то быстро ездить. А, буду знать, ладно. Сам быстро ездишь. Особенно, когда тебе не нравится то, что машина что-то перегородила. Ты как начинаешь быстро ехать. С потрохами меня сдалась, папка. Хорошая дочка. Продолжение следует. Я все рассказал про вас. Я вас с потрохами сдал. Ты у нас. Ты у нас. Она прям сидит и ждет, как надо взять. Ираклий, тебе кофе, да? Не кофе. Дай. Тебя жена Ираклий называла? Конечно. Как я? Могу царь может стать. Или это так при нас официально? Нет, царь меня называют. Какой царь? Царь Ираклий. Скажи привет. Привет, привет. Привет, привет. Вот так. Прошли. Он тебе сколько сахара? Не, я без сахара. Он без сахара, у него желудок моей. Он сейчас будет пирожным, как забьет тебя. Еще снова скажет, что Ираклий желтый получает. Отвечай, ни одно пирожное не получится. Сейчас надо раздеться, переодеться, играть с ними, веселиться. Туда-сюда. Какие у меня игрушки были, е-мое. Я когда приехал в 92-м, все игрушки там остались. Под танками. А как вы познакомились с женой? С у Банали в интернете. Ну, давно это ВКонтакте. В каком году? В 2007-м. Ты написал? Да. ВКонтакте познакомились. И причем Ираклий этого очень стесняется. И он долгое время, даже бывало такое, смотрит на меня, бывало такое часто, что люди мне говорили, ну, вы там на улице, какие-то знакомые, которые с ним это в первый раз обсудили, вы на улице познакомились, да, или что-то такое. Я говорю, как, ВКонтакте. И он стеснялся даже признаться. Раньше это как-то было в диковинку, и все, ооо, правда, в интернете. Он сразу понравился? Чем он вообще впечатлил? Нет, ну не сразу. Мы долго общались. На самом деле, мне было просто интересно. У меня дядя футболист, там все вообще мужчины в семье, все с футболом как-то связаны. И мне было интересно просто, что он, у него там была заставка как раз Динамо, футболист, и я думала, о, классно, будем общаться. И мы как друзья общались где-то год. А потом шло, время шло, мы каждый день общаемся постоянно. И он говорит, я, кажется, хочу с тобой увидеться, прилететь. Было сначала страшно, волнительно, меня все отговаривали. Говорили, нормальный человек из Москвы в Сочи не приедет знакомиться. Говорят, ты что думаешь, там вот из Москвы футболист, у него что-то в Москве девушек мало к тебе приедет. Все девчонки, я помню, из группы, из моей студенческой так говорили. Ну и потом приехал, увиделись, и все, и больше не расставались. Такая романтичная история. Ну я видел фотографии Ираклия в юности, скажем так, когда он еще без бороды, с такой прической. Как он тогда выглядел? Ой, это прикол. У него была такая челочка, классная вообще. У меня есть любимая эта фотография, вообще мы с ним вместе смеемся. Но на самом деле хорошо выглядел, спортивный, веселый, интересный. То есть он своим чувством юмора, может быть, как-то взял? Да. Он на первом свидании притворился, что у него, короче, нервный тик. Да, мы сидели в кафе, и причем самое интересное, что, ну, много кто знал, что вот этот вот едет там ко мне, там познакомится. И я, значит, сидят девчонки в этом кафе знакомые, ну и так поглядывают, поглядывают, и он начинает делать вот так. Я не пойму, что-то горит вот так. Я просто вся побагровела, позеленела, и сама про себя думаю, ну да, Вика, приехал к тебе. Ты что думала, кто к тебе может приехать? И я сижу такая, что это такое у тебя? Он говорит, у меня бывает так вот делать. Это был ужас, я покраснела реально сейчас опять. И я сижу и думаю, все, я, короче, ухожу, больше никогда ему звонить и писать, блокирую везде. Он говорит, все, до свидания. Он, да не, не, что ты? И потом, короче, я поняла, что это он пошутил так, ну да, до сих пор вспоминаю. В этом весь Ираклик. Но с ним всегда весело. Да. Ну, нам точно. Мне кажется, мы на этом держимся вообще. Даже когда ругаемся в конце, должны чем-то вот этим закончить, шутками. Он, когда мирится, все время как-то там с шуток заходит. Общались так плотно и моим родителям, с моим родителем сказал, что так далее, что я не женюсь там. На грузинке. Бла-бла-бла. Это свои конители внутренней кухни, короче. Они хотели, чтобы ты на грузинке женился? Ну, конечно. И как тяжело это было? Проходило. Ну, не очень легко. Но я сказал, что это, я считаю, это моя жизнь, моя судьба. Я выбираюсь, с кем мне жить. Не вам же жить. С моей женой. А мне. Роман Голосовна, христианка. И все. А у тебя все в роду обязательно грузин, с грузинкой? Ну, конечно. То есть ты первый, кто отошел от этого? Не, ну, я не первый. Наверное, дед мой. Ну, там такая ситуация, знаешь. Я постоянно над бабушкой шутил, я все время. Мой дед пришел с армии. С Великой Отечественной женился на бабушке. Она считает себя абхазской. Она говорит, я абхаз, мы хотели разговаривать на грузинском. У нас есть диалект мигельский, наш язык. Она разговаривает на мигельском. Ну, она абхазская, считает себя хотя бы у нее. Фамилия грузинская, все грузинская. Ну, там, короче, свои нюансы, знаешь. В это вглубляться нельзя, тем более в интернет про это говорить. Там такое начнется. Ну, она считалась абхазской. Но по факту она, для меня она грузинка. У нее фамилия Харчелава, она грузинская фамилия, знаешь. Ну, по факту дед мой первый, кто поменял там что-то. Женился на 22 года. Старший, дед мой нормальный. Старший на 22 года. Конечно, с армии пришел сразу. Молоденькую забрал вперед. Вообще, начиналось все с того, что на каникулах он меня пригласил, чтобы я прилетела к нему в Венгрию. У меня бабушка очень сложно это переживала. Она все время звонила. Иракли, это что такое? Когда вы будете жениться? Как это она к тебе едет? Там месяц живет в Венгрии у тебя. Мои родители потом как-то вот после этого уже свыклись, что мы встали, что я летала туда. Как-то им уже было спокойнее, чтобы что-то это было уже серьезное. И тогда, ладно, пусть это будет на законных основаниях. А так, ну, не всем, конечно. Мама моя спокойно относилась, а бабушка такое у меня не любит. А то, что грузин не боялись вообще? Как отнеслись? Да, нормально. У меня на самом деле дедушка армянин, поэтому... А, ну, забавно, что мне бабушка всю жизнь говорила, Вика, запомни, никогда не выходи замуж за кавказца и никогда за спортсмена. Будешь всю жизнь... Потому что у нее сын футболист, муж футболист. Она говорит, будешь всю жизнь эти грязную эту форму стирать? Кавказец, это она говорила, будешь, как я... Но она, получается, сама вышла замуж за армянина. Она говорит, будут все вокруг тебя на своем языке говорить, ты ничего не будешь понимать, будут тебя там обсуждать и так далее. И в итоге вот я вышла замуж за грузина-футболиста. Ну, все нормально. Стирать не приходится. Стирают всю жизнь ему в команде. По поводу другого языка, конечно, мне повезло, что Иракли почти, ну, чаще всего по-русски общаются везде и мне как-то переводят, если что. Но я стала тоже немножко понимать. Но никому не признаюсь. Здесь, на Дальнем Востоке, что ты вообще самое интересное увидел? В плане природы, может быть, животных? В плане природы, с моей природой мне тяжело удивить, в принципе. Видишь, конечно, мы уже с гор спустились. Вот я с горы спустился, как бы, на равнину. Здесь нормально, на Хексыр можно поехать, что-то посмотреть. Ну, мне кажется, в Приморском крае в этом плане чуть-чуть лучше по геолокации, чем в Хабаровском. Здесь все далеко, знаешь, какие-то места. В Приморском крае в этом плане лучше. Там можно поехать на Ходку, там за Ходкой рядом где-то. На том же Владивостоке. Мне Владивосток, в принципе, не очень нравится как город. Ну, да, океан, но еще больше ничего. Ужасные дороги, вверх-вниз, все это так далее. Вот Русский остров, да, мне более нравится. Там красиво, уютно. Там природа, там нет такой суеты, а вот это Владивосток. Мне не очень, мне Хабаровск больше нравится. Владивосток чем выиграет у Хабаровска? Только в океану, больше ничего. У нас свой океан, е-мое. Амур. В Амуре не купался? Не, не пробовал еще. Боюсь, с Тигром вылезти только. Ты купался? Ну, как купался, так. А, я думаю, что у тебя волосы белые тогда покрасились. Это все Амур. Сто матчей в Хабаровске. Так. Ты нигде столько много не играл, нигде так долго не был. В чем ты считаешь секрет того, что именно в Хабаровске ты задержался? И есть ли какая-то цифра, которую ты хочешь? 200, 300, как Никифоров? Да Никифоров догнать невозможно, понимаешь. Если мне было бы лет 25, это другое дело. Можно было за Никифоров гоняться. Я за цифрами, в принципе, не гонюсь. Для меня, знаешь, что важно? Я вообще не люблю менять команды. Не люблю менять коллектив, потому что я достаточно своеобразный человек, как бы там ничего не было. Мне тяжело к себе много людей подпускать, знаешь, когда-то близко. У меня малое количество друзей. Я могу хорошо общаться, но я коммуникабельно достаточно, но все равно мне тяжело, знаешь. С возрастом еще тяжелее становится. Можно в том матче как провести. Можно быть просто посредственным, знаешь. Просто постоянно быть на подмогу, там, на замене сидит и так далее. Я провел на больше 90% матчей в стартном составе. Плохо или хорошо, это не меня судить, но я их провел. Многие не видят черные работы, потому что у нас такая позиция, ты на поле понимаешь, что у меня сейчас, Муртусевич, там, Кольцов, кто играет в центральной зоне. У нас такая позиция. Всех замечает, кого замечает. Впереди в атаке кто забивает или кто там тащит в воротах, спасает. А большой черновой работой, грязной какой-то работой, там, и так далее, ее мало кто видит. Ее только видят специалисты, люди, которые разбираются в флутболе. Ну, единицы. Так что у нас такая достаточно тяжелая позиция на поле. Ты всегда втяни, по факту. Но очень много грязной работы делаешь, которая развязывает руки ребятам впереди, чтобы им было легче играть. Какой самый крутой из этих 100 матчей? Что тебе в память влезается? Да их много, в принципе. Ну, можешь топ-3 сказать. Первый мой Майкаска Хабаровск с Армавиром. 3-0. Сразу залетел он, да? Залетел, да. С ветерком. Потом с Ахматом. Когда я забил. 3-3. 120-й какой-то минуты. Это первый матч. Первый матч. Это равнозначный матч того, что было с Кубанью, что забил Карай. Вот там для меня, скажем, да, Кубань, Армавир и вот. Ахмат. Ахмат. Так было много и хороших матчей, и таких. Не очень хороших. Ну, что поделаешь. С Кубанью ты оставил команду в девятером. Так. Ты уходил с поля. Что ты думал в этот момент? Ну, то, что я сделал глупость. Просто бежал уже не думая, я хотел бороться, потому что я такой. Я так уже устал к этой минуте. Я уже вообще не знал, что я сделал. Знаешь, как тяжело было передвигаться уже. И так в десятером тяжело мы так играли почти там. Тридцать пять минут. Тяжело передвигаться. Они постоянно везде. Больше, знаешь, ты как собачка бегаешь. По факту. А потом я уже к одному к игроку переключился, а потом ко второму. Если бы я руку... Если бы моя рука не была бы у него ближе к шее, он бы не ждал в желтое. Если бы не в плече, он бы просто, может быть, пропустил бы. Но он бы и не смог пропустить. Ну, и дал мне второй желтый. Ну, ты идешь. Что у тебя в голове? Все. Мы сегодня проиграем. Не, у меня не было, что мы все проиграем. Да. Что ты? Мы думали, что все. Все, до ничьи точно зацикли все. Девятером? Ну, она там оставалась три минуты. Ты куда пошел? Я сидел там. Нет, я в этом. Мы с Литвяном там стояли. Где? В тоннеле. В тоннеле, да. Так. И что? И что, когда голову забили, покажал весь мой жест в адрес. Не буду говорить голову. Хорошего человека. Я выплеснул все свои эмоции там, когда мы забили голову. Мы с Литвяном вместе просто легли там отчасти, зашли в раздевалку. Говорим, Ольфа, ты что, массажист? Мы выиграли. Да не может быть. В смысле не может быть? Мы выиграли. Да вы шутите. Ты же ненормальный. Мы выиграли в 1-0. Он даже в масштабе не верил, что мы выиграли. Он просто ушел в раздевалку и сел в там раздевалке. Так переживал сильно, что очки вспотели бедно. Потом мы с кем играли? Пусть купали? Спартаком? Да. Ну, видишь, эмоционально что-то мы. И так столько моментов были с Спартаком. Но мы не могли. Это футбол. Не зарекайся, короче. Что потом будет все хорошо. Но, к сожалению, мы с Спартаком 2 играли хорошо. И не могли выиграть. С Кубанем играли не хорошо, но выиграли. Зато все были счастливы, знаешь. А потом, когда мы проиграли, уже все расстроены. Потому что, прежде всего, кто бы что ни говорил, не болельщики, не руководство клуба и так далее. Самое главное важное – это результат. Как ты играешь? Потом в конце мало кого интересует. Самое главное – это результат. Многим кажется визуально, что на футбол что-то такого. Футбол играть очень тяжело. Это не просто какой-то тупый вид спорта. Это очень тяжелый интеллектуальный вид спорта. Очень тяжелый. Очень много надо думать. Не только, еще надо правильно передвигаться. А самое главное – это игра без мяча. Как ты двигаешься без мяча. Это мало кого интересует, Роман. Ты же понимаешь? Всем нужно что? Шоу. С угробище тащи. С угробище давай. Выиграли Эмир Санграсавис. Прыгнул. У-у-у. Все, вот и все. И мы счастливы, как думал, два, знаешь. Мы знаем Ираклия на поле очень эмоционального. Какой он дома? Бывает ли он такой? Или здесь он переключается? Ну, дома он другой, да, на самом деле. У меня тоже все спрашивают, как ты с ним вообще живешь? У меня все его одноклубники всегда. Он такой вообще горячий, как ты с ним ладишь? Дома нормально на самом деле. Ему нужен этот выход энергии. Когда у него тренировки, игры, все вот это идет, тогда он дома спокойный. А когда отпуск или еще что-то, ему некуда девать энергию. Это вот тот человек, я сейчас слышала, он говорил, я не люблю отдых там в Таиланде. Это вот из тех, кто с утра до вечера там бегают по песку. Вот есть такие, знаешь, ты лежишь, отдыхаешь, как нормальный человек. А кто-то там носится, ходит, что-то куда-то лазит. Какие-то ему надо активности вечно. То поиграть в футбол, то волейбол, заняться чем-то. Это не его отдых такой, размеренный, спокойный. Я не знаю, куда ты хочешь. Нет, сюда, куда ты мне лепишься. Нет, все, все, я... Подожди, посмотри. Ты что, подкалыши? Нет, нет, нет. Дьявола какого-то мне здесь. Ты сейчас неправильно сделал, понимаешь? Дьявола этого лепила мне. Ничего, застань на шкалу, поведешь, все увидят. Какой-то красивый татушку себе сделал. Все равно у меня пацаны увидят, посмеются из-за тебя. Ну и что? Ну, конечно, он перевелся сюда, давай, другой, слава богу. Нет, пап, нет, нет. Дочь, послушай, не получается, давай, выкинь это. Я себе сделаю. Себе сделай. Ты он! У тебя еще новые татуировки могут появиться? Нет, я бы удалял сейчас татуировки. Почему удалял? Ну, это глупость. Ну, я глупость совершил для себя это, я считаю глупость. Сколько лет ты делал татуировки? Ну, 17, наверное, 19, чуть постарше, 21. Лучше, красивее человеческое тело, ничего нет, не надо на нем ничего рисовать. Я так считаю. Мы же с возрастом взрослеем, с тобой писали, когда татуировка улыбаться будет? 15-20. Ну, ладно. Ага, ну и ладно. Расплывется, все, что-то больше не делай. Ходить, такой старый детский, такой татуировкой косой. Ну, что? Не-не-не. Если дочка к тебе придет, скажет, папа, я хочу татуировку. Без шансово, Роман. Просто тесак возьму. То место, которое татуировка хочет прям там. Да, рублю. Да нет, конечно, но я шучу, конечно. Но я поговорю, скажу, что не надо делать все. Объясню, почему. Я хочу. Но ходить много чего можно хотеть. В смысле, я хочу. Можно сказать, для чего я хочу, почему я хочу, чему это проведет. Восемнадцать лет. Это мне пофигу, как вы говорили. Я родитель. Восемнадцать, хоть двадцать пять, хоть ей будет сорок, я все равно родитель. Какая разница, и сколько ей будет лет. Смысл девушки делать татуировку там. Кому-то нравится. Это ее право. Это ее выбор. Я не хочу, чтобы моя дочерь была. Тебе же для чего-то это нужно было? Ну, я сделал выпустишь, тебе говорю. Подожди, если бы тебя родители отговаривали. Ты что меня отговаривали, мне бы руку отрубили? Я бы вообще сказал, что мне этот пройдет, понимаешь? Серьезно? Ты что, шутишь, что ли? Когда бы я пришел домой с татуировкой, мне бы как эту татуировку вместе с собой отправили бы домой из дома. Я сказал, что это пройдет сейчас чуть-чуть времени. Это она временная. Вы футбол обсуждаете? Ну, я могу что-нибудь, да, сказать. Я могу сказать там, сегодня что-то ты не очень. Или сегодня мне понравилось. И причем самое интересное, что часто очень такое бывает, что я говорю, что-то мне сегодня не очень понравилось. Он мне говорит, ты что, я сегодня столько работы там проделал, там, так и так, как тебе не понравилось. А бывает, я такая говорю, сегодня я классно играл. Он говорит, сегодня я вообще не очень был, реально. Сегодня было не очень. Так что это да. Я не прям такой спец. Какие-то, может, там, тонкости, не знаю. Но так в целом смотрю. Если его, если игра, где он часто с мячом, там, все у него не теряет, то мне кажется, что все здорово и хорошо. Могу это обсудить. Правда, что после матча он может три раза пересмотреть игру? Да, всегда. Он пересматривает, вот прям порог переступает. Первое, что он делает, он вообще очень часто, вообще, в ночь после игры он может даже не спать будет смотреть. Давай порисуем. Сейчас я поговорю, потом порисуй. Цаплю медведя. Мы должны нарисовать рисунок, а я его должна потом принести. Ну я рисовать не умею, а что я сейчас нарисую, я тебе цаплю. Я могу тебе палку нарисовать, вот цаплю и нож. Нет, цаплю нарисуешь, а я медведя нарисую. Ну давай, ты иди, приготовь, я сейчас успею. Ты мне хоть цаплю покажи, как выглядит. Не знаю. Да, пап, не надо с телефона сам придумать. Да я знаю, что такое цапля. Ну как я рисовать его цаплю? Цаплю гуглишь? Нет, как ее рисовать. Как рисовать цаплю? Нет, как правильно. Ты думаешь, я не знаю, как цапля выглядит, что ли? Цапля, такое слышал цаплю? Цапля дальневосточная. Сразу. Сразу. Дальневосточную рисуем только. Цаплю. Вот, ну я-ма-ма. Представляешь, как я должен ее нарисовать? Рисуй, рисуй, постараешься. Родичком она. Хочешь, чтоб меня потом отругали? Давай. Сейчас такая цапля больше. Да ты ты красивый у нас рисуешь, пап. Много не болтай сейчас, не умничай. Я подголовить не еще. Ты, кстати, некрасиво себя ведешь. Ты что к рулету не приведешь? Ну, мы в процессе общаемся. Снимай это. Давай. За маму. Молодец, мама. Это не то, что тебе комментировать нам, рассказывать про желтый. Больше ни одного слова плохого в мою сторону. Вот это ты. За папу. Пап, сколько сынку твоему лет? Я не знаю. Два годика. Я три раза отказывался о нем, знаешь? Опять вот сейчас. Вот опять сейчас пришел ко мне. Странно, что я его у себя дома не видел. Ну, потому что я отказывался, говорю. За всю пресс-службу сейчас. Вот молодец. Ты рисуй. Я справлюсь. Сейчас подожди. Окончательно последнюю ложку за Скай Хабаровск. Обязательно. Это стоя надо будет. Пап, это программирование? За весь клуб Скай Хабаровск давай. Умница. Вот. Мам, посмотрите, что он творит. А что мне делать, если я рисовать не умею? Нормально? Какую оценку поставил? Вась-нашечку. Вась, это что за оценки? А у нас свои оценки. Да? Восемь из десяти. Я тебе хочу сказать, что я тебе поставлю. Два из десяти. А тебе ноль из десять. Не, уже не считается. Нет, все. Не, ладно, тебе и так. Троечку, ладно? Вообще так ирония судьбы складывается, что его вот девчонки окружают. Вообще все его, знаешь, чтобы его размягчить вообще. И мне нравится, как, знаешь, в этом у Басты в песне «Папка-тряпка, папка-добряк». Когда дочки его все посмотрят глазками, все, он уже тает. Особенно вот когда маленькая появилась, тут уже вообще растаял. «Папка-тряпка, да, папка-добряк, папка делает суровое лицо, это папкин белый флаг. Мои девочки, в них мой смысл. Я выиграл это счастье в борьбе за самую счастливую жизнь. Папе пора лететь, папа в суете. Далеко, но рядом, папа на высоте. Папа по скайпу, папа по фейстайму, папа по жизни, папа по стайлу». Он мне просто все годы говорил, что я такой делаю бисквит, такой бисквит, и как-то они мне решили его приготовить в прошлом году. Вот такой бисквит, ребята. Шикарный.